доброе утро сегодня начинается страстная седьмица великий понедельник сегодня продолжаем читать библию сегодня читаем сорок шестую главу и отправился израиль совсем что у него было и пришел вирсавею и принес жертвы бога отца своего исаака и сказал бог израилю введение ночном иаков иаков он сказал вот я бог сказал я бог бог отца твоего не бойся идти в египет ибо там произведут тебя народ великий я пойду с тобой в египет я и выведу тебя обратно иосиф своей рукой закроет глаза твои яков отправился из вирсавии и повезли сыны израилевы и якова отца своего и детей своих и жен своих на колесницах которые послал фараон чтобы привести его и взяли они скот свой имущество свое которое приобрели в земле ханаанской и пришли в египет иаков и весь род его с ним сынов своих и внуков своих собою дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собой в египет вот имена сынов израилевых пришедших в египет яков и сыновья его первенец иакова рувим сын и рувима ханок и фалу хитрон их армии сыны симеона ему ил и и амин и агат и иохин и захар и саул сын хананиянки сыны левия герсон кав и мирарис сыны иуды и ир и она и шела и фарис и зара но ир и онан умерли в земле ханаанской сыны фариса были и срум и хаму сыны и сахара фола и фова и ов и шимрон сыны заволу луна серед и елон и их лиил это сыны ли которые они она родила иакова в месопотамии и дину дочь и и всех душ сынов его и дочерей его 33 сыны гада цифе он и хаги шуни и от спон ери и а ради и арели сыны асира имна и ишва и ишве и брия и серах сестра их сыны брии хивер и малхиил это сыны зелфы которую ливан дал ли дочери своей она родила и хиакову 16 душ сыны рахили жены якова иосиф и вениамин и родились у иосиф земле египетской монассия и ефрем которых родила ему оси не оси не оси нефа дочь патифера жреца илеопольского сыны вениамина бела и бехер и аж бел сыны белый были гера и и нааман и хирош ну пим их купим и арт это сыны рахили которые родились у якова всего 14 душ сын дана хуши сыны нефалима и ацхеил и гуни и ецер и шелем это сыны вала который дал ливан лаван дочери своей рахили она родила их якову всего 7 душ всего душ всех душ пришедших с яковом в египет которые произошли из чресла его кроме жен сынов яков лет всего шестьдесят шесть душ сынов иосифа которые родились у него в египте две души всех душ дома якова перешедших все а кого египет 75 иуду послал им перед собой к иосифу чтобы он указал путь где 7 и пришли в землю в весе иосиф запрят колесницу свою и выехал навстречу израилю отцу своему в гисем и увидел его пол на шее его и долго плакал на шее его и сказал израиль иосиф умру я теперь увидел лицо твое ибо ты еще жив и сказал иосиф братьям своими дому отца свою я пойду извещу фараона и скажу ему братья мои дома отца моего которые были в земле ханаанской пришли ко мне эти люди пастухи овец ибо скотоводы они и мелкий крупный скот свой все что у них привели они если фараон призовет вас и скажет какое занятие ваше то вы скажите мы рабы твои скотоводы были от юности вашей до ныне и мы и отцы наши чтобы вас поселили в земле гисем ибо мерзость для египтян всякий пастух овец еще одну главу прочитаем сорок седьмую и пришел и осев и возвестил известил фараона и сказал отец мой и братья мои с мелкими крупным скотом своим и совсем что у них пришли из земли ханаанской и вот они в земле гисем из братьев своих он взял пять человек и представил их фараону и сказал фараон братьям его какое ваше занятие они сказали фараону пастухи овец рабы твои и мы и отцы наши и сказали они фараону мы пришли пожить в этой земле потому что нет положите для скота рабов то их ибо в земле ханаанской сильный голод и так позволь поселиться рабам твоим земле гисем и сказал фараон иосифу отец твои братья твои пришли к тебе земля египетская перед тобою на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих пусть живут они земле гисем если знаешь что между ними есть пособные люди поставь их смотрителями над моим скотом и привел иосиф иакова отца свою представила фараону и благословил иаков фараона фараон сказал иаков сколько лет жизни твоей иаков сказал фараону дней странствования моего сто тридцать лет малы и несчастны дни жизни моей не достигла не достиг до лет жизни отцов моих во днях странствования их и благословил фараон на иаков и вышел от фараона и послил иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской в лучшей части земли в земле рам сез как повелел фараон и снабжал иосиф отца своего братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства и не было хлеба по всей земле потому что голод весьма усилился изнурены были от голода земля египетская земля ханаанской иосиф собрал все серебро какое было в земле египетской в земле ханаанской за хлеб который покупали и внес иосиф серебро в дом фараонов и серебро истощила земли египетской и в земле ханаанской все египтяне пришли к иосифу и говорили дай нам хлеба зачем нам умирать перед тобою потому что серебро вышло у нас иосиф сказал пригоняйте скот ваш я буду давать вам хлеб за скот ваш если серебро вышло у вас и пригоняли они к иосифу скот свой и давал им иосиф хлеб за лошадей и за стада мелкого скота и за стада крупного скота и за слов и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их и прошел этот год и пришли к нему за другой год и сказали ему не скроем от господина нашего что серебро истощилось и стада скота нашего и у господина нашего ничего не осталось у нас перед господином нашим кроме тел наших и земель наш для чего нам погибать в глазах твоих и нам земле нашим купи нас и земли земли наши за хлеб и мы с землями нашим будем рабами фараонова а ты дай нам семян чтобы нам быть живыми и не умереть и чтобы не опустела земля и купил и купил иосиф всю землю египетскую для фараона потому что продали египтяне каждый свое поле ибо голод одолел их и досталась земля фараону и народ сделал он рабами от одного конца египта до другого только земли жрецов не купил иосиф ибо жрецам от фараона положен был участок и они питались своим участком который дал им фараон посему и не продали земли своей и сказал иосиф народу вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу вот вам семена и засеете землю когда будет жатва давайте пятую часть фараону а четыре части останутся вам на засеяние полей на пропитание вам и тем кто в домах ваших и на пропитание детям вашим и они сказали ты спас нам жизнь до обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону и поставил иосиф закон земли египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону исключая только землю жрецов которая не принадлежала фараону и жил израиль в земле египетской в земле гисем и владели они ею и плодились весьма умножались и жил и ака в земле египетской 17 лет и было дни иакова годов жизни у сто сорок семь лет и пришло время израиля умереть и призвал он сына своего осифа и сказал ему если я нашел благоволение в очах твоих положи руку твою под стегнул мою и клянись что ты окажешь мне милость и правду не похоронишь меня в египте дабы мне лечь с отцами моими вынесешь меня из египет из египта и похоронишь меня в их гробнице иосиф сказал сделаю по слову твоему и сказал клянись мне и клялся ему и поклонился израиль на возглавие постели прочитали такие главы где говорится о том как отец со всем своим семейством множество сыновьями с их сыновьями с дочерьми со всеми детьми со скотом со всем имуществом переселился в египет там его встретил сын его иосиф и представил фараону и отца и братьев своих и фараон дал им землю на которой они смогли жить и пасти свой скот но голод усиливался на земле и все приходили к иосифу продавая свое серебро так умножалась казна фараонова но серебро закончилось и у египетских людей и у земле ханаанской которые приходили тоже за хлебом тогда иосиф сказал продавайте свой скот и давал хлеб уже за скотной скот закончился тогда люди стали продавать свою землю чтобы не умереть с голода и себя отдавать у рабы так у фараона оказались все египтяне в рабстве и земли были тоже принадлежали фараону теперь кроме земель жрецов отец иосифа иаков в старости уже сказал что пришло время мне умереть и взял обещание у иосифа что он не оставит его в египте перенесет его тело и похоронит земле той своих предков чтобы лечь со своими отцами иосиф поклялся отцу своему в этом вот так иосиф спас по воле божий своих братьев от голода с верно служил фараону но самое главное что он не отходил от господа поэтому все умножалось и в его семействе и его роде и даже египтяне их несмотря на то что он забирал у них сначала серебро потом земли скот все равно они его благодарили за то что не дал ему умереть потому что он поступал по-честному по божьим заповедям как господь вот говорил ему сердце по благословению божьему не отходил от его замыслов будем же тоже с господом следовать ему паси господи сегодня у нас великий понедельник господь идет на свои страдания он предупреждает своих учеников говоря о том что скоро я не буду с вами и туда где я уйду вы не сможете пойти и они не понимают его господь хочет предупредить их что вскоре его распнут что он будет умер шпион но он воскреснет но до конца они не понимают этого и разными притчами говорит с учениками своими и говорит также о том что как нужно жить что если они будут верить в него и поступать по заповедям которые он дал то не умрут и бог всегда будет с ними и пошлет утешителя святого духа потом и они не будут одни но это тоже для них трудно воспринимать столько когда он уже воскреснет они ученики его апостолы вспомнят об этом и поймут что он им говорил а сейчас он они видят как смоковница засоха когда господь показательно подошел к смоковнице на которой не было плодов и от того что он не нашел плодов она засохла тут же так указывая своим ученикам что если человек не делает добрых дел и когда господь призовет его или посмотрит на него а дел нет человек как бы мертв то он тут же умирает потому что он живет напрасно поэтому иногда люди внезапно умирают от того что они ничего хорошего ничего доброго не делают и когда господь увидит этого может сделать так что человек тут же умрет поэтому должны всегда помнить о том что мы должны что-то доброе в этой жизни делать любить ближних любить бога и тогда мы не умрем говорит господь также он о виноградарях притчу говорит что все дано вот так же виноградарем даны были и сам виноград и точила которая все же для того чтобы они этот виноград могли обрабатывать делать из плодов вино и отдавать плоды тому кто дал им это все то есть так же и мы все нам дано мы плоды наши не отдаем не отдаем господу то что мы должны делать поэтому вот будем любить господа ближних и следовать за ним спаси господи день солнечный сегодня был а вот сейчас кабину такие тучки что-то надвигается надвигается дождь может гроза будет вот и дождик тихо пошел землю поливает небольшой дождичек прошел напоил землю и все опять хорошо деревьев уже вот особенно у ивы появляются такие зелененькие уже листочки начинает зеленеть большие запах тополины уже начинается скоро тополя пустит свои красивые листочки мы будем домашними делами заниматься готовиться пасхи всем всего доброго